Здравствуйте! Вы смотрите программу «Прокурор в теме» в студии Инна Румянцева. Преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий приобретают все более широкое распространение. И это неудивительно, ведь развитие самих средств связи позволяет конспирировать преступную деятельность, реализуя ее дистанционно. Почему количество киберпреступлений продолжает расти? Какие схемы с использованием информационно-телекоммуникационных технологий применяют злоумышленники? И как не стать жертвой телефонных и карточных мошенников? Об этом сегодня пойдет речь в нашей программе. И мой собеседник – заместитель прокурора Куйбышевского района Самары Алексей Фомин. Добрый день, Алексей Павлович. Добрый день, Инна. Ну, прежде всего, пожалуйста, несколько слов о том, что же представляют собой информационно-телекоммуникационные технологии? Какие, собственно, преступления совершаются в этой сфере? Ну, в настоящее время невозможно представить себе повседневную жизнь без различных компьютерных устройств, программного оборудования. Сейчас доступ к сети интернет имеют не только персональные компьютеры, смартфоны, телефоны, но и, например, системы «Умный дом», стиральные машины, телевизоры, вплоть до даже электрических бытовых чайников. Информационно-телекоммуникационные технологии, или в сокращении ИТТ – это все то, что фактически нас окружает повсюду. Это различные устройства, программы, сети, включая самую известную их сеть интернет, которые используются для обработки, передачи, хранения, обмена информацией. Эти самые ИТТ преимущественно используются при совершении преступления против собственности. Как показывает практика, это объясняется преимуществами в оперативности, безопасности, дистанционности, конспирации для лиц, которые непосредственно совершают преступления. Это всевозможные члены преступных сообществ, организаций, просто преступники, одиночки, которые чаще, все чаще и чаще начинают использовать сеть интернета, мобильную сеть для совершения своих корыстных деяний. Самыми распространенными примерами таких преступлений являются, прежде всего, это кражи, мошенничество и неправомерный доступ к компьютерной информации. Пресловутые специалисты службы безопасности банка, которые внезапно решили помочь вам обезопасить ваши деньги, предлагают их перевести на безопасный счет. Это одна из самых распространенных схем мошенничества с использованием ИТТ. Если затрагивать вопрос статистики, то преступления, именно связанных с использованием информационно-телекомбинационных технологий, то в сравнении с 8 месяцами прошлого года, в текущем году, число таких преступлений снова возросло, уже не первый год, в целом по области на 13%, а применительно, допустим, к Уйбышскому району более значительно, практически на половину, на 43%. То есть динамика такая заметная? Ну да, я бы даже сказал, что она неутешительная, но при этом указанная статистика, она охватывает не только преступления против собственности, о чем расскажу чуть позже. То есть не только преступления против собственности могут быть совершены с использованием этих самых технологий. Это же можно одним словом назвать еще киберпреступления? Киберпреступления, да. Как вы считаете, какие факторы влияют на рост числа зарегистрированных преступлений вот именно в этой сфере? Ну, можно долго рассуждать на эту тему, но если выделять какие-то несколько причин основных, это, во-первых, связано непосредственно с ростом использования самого интернета. Люди разных возрастов, разного социального статуса, достатка, теперь имеют доступ к сети интернет, у всех имеются практически средства мобильной связи, смартфоны, компьютерная техника с доступом как раз-таки к сети интернет. Покупки платежей совершаются там? Да, всевозможные. Теперь все у нас, вплоть до коммунальных платежей, все можно оплатить с помощью смартфона. Во-вторых, в принципе, это использование интернета в качестве средства коммуникации и коммерции. То есть мы общаемся через интернет, мы совершаем как раз-таки сделки через интернет. Даже контрагенты в сфере предпринимательской деятельности все чаще и чаще пользуются возможностями заключения сделок дистанционно, чтобы не тратить ресурс, время на непосредственные встречи. В-третьих, это, если смотреть широко на весь этот процесс, то это глобальность и трансграничность интернета. Если говорить простым языком, то в интернете отсутствуют какие-либо границы, административные, государственные. Неважно, где физически находится потерпевший преступник, преступник может быть в одной стране, потерпевший в другой, а преступный результат, то есть похищенные деньги, оказаться вообще в третьей. Ну не зря говорят всемирная сеть. Да, всемирная сеть действительно как раз такая безграничная. В целом, вообще, то есть причинами также являются бытовые, абсолютно справедливо замечено, такие, как излишняя доверчивость граждан, эмоциональность, финансовая безграмотность отдельных слоев населения. В частности, это касается лиц пенсионного возраста. Они не всегда так глубоко понимают, как молодежь, все эти процессы, поэтому чаще всего становятся именно они жертвами преступников. Какие преступления могут совершаться с использованием информационно-телекоммуникационных технологий? Вы сказали, не только кражи. Да, не только кражи. Ну, прежде всего, все равно, основной массив, это преступление, которое относится к указанной категории, это мошенничество, которое может совершаться как с помощью сети интернет, так и с помощью мобильной связи. Также к указанным преступлениям относятся хищение денежных средств банковских счетов, то есть человек теряет карту, ее кто-то находит, и может, допустим, зайти на какой-нибудь marketplace, сейчас все пользуются, ввести данные карты, и спокойно оплачивает свои покупки с помощью чужой карты, также является одним из ярких примеров преступлений, совершенных в указанной сфере. Ну, более такая грамотная уже, более детальная преступность – это, так сказать, отдельные люди только владеют этими навыками по созданию, использованию, распространению вредоносных программ, всяких вирусов, и неправомерный доступ к компьютерной информации – это такое сейчас новое достаточно идет ведение, то есть любые попытки люди взламывают преступники в ваши госуслуги, пытаются или кому-то это удается, это как раз-таки и есть неправомерный доступ к компьютерной информации. Нередки случаи, когда распространяют клевету посредством интернета, и самая огромная, так сказать, проблема современного общества, одна из самых крупных – это устоявшаяся тенденцией является приобретение и сбыт наркотиков через сеть интернет, как я и ранее говорил, то, что это очень сильно конспиративно, безопасно для преступников, и поймать, так сказать, пресечь эти действия очень тяжело. Но при этом отмечу также для телезрителей, что любое преступление, которое совершается с использованием информационно-телекомбинационных сетей, оно является по квалификации более тяжким, то есть если тебе удалось совершить преступление при помощи сети интернета либо других систем, то наказание будет намного тяжелее, нежели чем обычные квалифицированные составы, неквалифицированные составы. Вот прозвучало кража и мошенничество. В чем существенное отличие? Ну, при мошенничестве преступник, он действует открыто, общается с потерпевшим или иным лицом. При краже действия виновного, они все-таки остаются тайнами. При мошенничестве, допустим, звонят так называемые представители службы безопасности банка. Обманом путем вынуждают перевести деньги на безопасный счет вот это мошенничество. То есть когда непосредственно с тобой преступник контактирует, тебя, грубо говоря, ведет от дома до банка, чтобы ты там все эти манипуляции, махинации произвел, деньги ушли к нему на счет, после чего бросает трубку. То есть вводят в заблуждение человека. Да, а вот пример с кражей, это вот как раз то, что я ранее говорил, пример с маркетплейсом, это как раз таки кража. Ты карточку утратил, не знаешь, где она, и кто-то втайне от тебя эти деньги начинает хитить, ну, похищать, не контактируя с тобой. То есть действует втайне от себя. Украл и использует. Да, то есть кража – это всегда тайна, мошенничество – это всегда открыто. Давайте поговорим о том, кто чаще всего становится жертвой киберпреступлений. Все-таки долгое время было, ну, как-то принято считать, что это действительно пожилые граждане в силу где-то своей большей доверчивости, где-то в силу своей меньшей осведомленности. Однако все больше и больше примеров, когда известных граждан вводят в заблуждение мошенники и таким образом присваивают себе большие суммы денег. Это звезды нашей эстрады. Вот недавно такие примеры можно было слышать. Это преподаватели вузов, которых обижают на очень крупные суммы денег. Ну, тут речь не идет уже о неосведомленности. Поэтому вот расскажите, кто становится жертвами киберпреступлений? По каким причинам? Ну, ранее представители Центрального банка Российской Федерации, они озвучили позицию, что самыми все-таки уязвимыми к кибермошенничеству людьми являются люди старше 60 лет. Самые, также семьи с невысоким уровнем дохода и, наоборот, благополучные в финансовом плане люди. Основную прослойку жертв мошенников составляют люди от 20 до 60 лет, ну, как раз-таки платежеспособные, у которых денежные средства имеются на банковских счетах. Из граждан младше 20 лет на уточку мошенников попадается всего 4%. Это связано как с повышенным уровнем финансовой грамотности уже, который прививается и на стадии обучения в образовательных учреждениях. В школе еще даже. В школе, да. Ну, и так уже все-таки чем поколение моложе, тем оно более информационно подковано. К первой категории жертв относятся благополучные в финансовом плане люди. Эти люди, они легко тратят деньги на себя, излишне доверяя новым технологиям. То есть зашли на какой-то сайт, что-то увидели, захотели купить, купили, а потом оказалось, что сайт фишинговый. Но я впоследствии расскажу, что это такое. Вторая категория – это так называемые люди серебряного возраста. То есть это люди старше 60 лет, которые составляют около четверти от общего числа лиц, которые пострадали от преступных посягательств мошенников. Третья категория – это люди с невысоким уровнем дохода, но высокой финансовой нагрузкой. Их описывают как уступчивых, доверчивых людей. Ну, то есть, как говорится, никому не чуждо что-то получить безвозмездно. Все увидят какие-то акции, что, внимание, вы выиграли миллион машин, увидите ваши данные, мы сейчас вам все пришлем. Ну, естественно, злоумышленники не намерены вам что-либо присылать. Скорее всего, вы лишитесь денежных средств сами. Да, всегда надо помнить, что бесплатный сыр в мышеловке. Да, бесплатный сыр, он всегда только в мышеловке. Последняя группа – это школьники и студенты, это лица, которые менее всего подвержены этим. 4% вы сказали, да? Да, 4% всего, но они импульсивные, склонные к риску. Сейчас имеют место быть всякие онлайн-казино, букмекерские конторы. И они тоже пытаются там свои небольшие доходы преувеличить, преумножить и попадаются тоже на удочки мошенников. Вот. Ну, сейчас как бы еще и активно используются мошенниками такие способы обмана, как представляются представителями пенсионного фонда. Это в основном, наверное, как раз пожилым гражданам вот так они подъезжают. Да, пожилым гражданам, сотрудниками правоохранительных органов. Сначала там пытаются доказать, что им какие-то выплаты полагаются, потом начинают угрожать, что мы сотрудники, что вы там замешаны в финансировании каких-то там противоправных организаций. И люди под страхом наказания тоже сообщают свои персональные данные и переводят деньги. Ну, мастерством нейролингвистического программирования эти лица обладают в полной мере. А как понять все-таки, что вам звонят или пишут мошенники? Есть какие-то такие вот очевидные признаки? Ну, если смотреть со стороны, это всегда очевидно. Если вам позвонили из банка, это уже повод насторожиться. Вероятность, что вы разговариваете с настоящим сотрудником банка, она близка к нулю. Сотрудники банков обычно не звонят клиентам. А вот преступники давно уже научились имитировать сотрудников любых организаций, о чем мы уже ранее говорили. Если зашла речь уже о переводе денежных средств на безопасные счета, какие-либо предлагают совершить транзакции, лучше сразу прекратить разговор, не разговаривать. Если все-таки беспокоитесь о сохранности своих денег, лучше сами позвоните в банк, уточните, все ли там в порядке с вашим счетом, либо через мобильное приложение посмотрите. Ну, таких вообще никаких безопасных счетов не существует, как бы. Это вот надо понимать. Нет, конечно, не существует. Вот основными уловками мошенников, после чего вы, скорее всего, лишитесь своих накоплений, сбережений, являются это вот, если у вас в разговоре просят сообщить ваши секретные данные. Это что? Это пин-код от карты, либо вот этот трехзначный защитный код. На обратной стороне. Под каким предлогом бы у вас не просили эти данные, не сообщайте их никому, даже сотрудникам банка, как только услышали подобную просьбу, тем более, если начинают требовать это категорично, с угрозами, бросайте трубку, это абсолютно точно мошенники, тем самым вы сохраните свои деньги. Если разговор сводится к деньгам, то есть вам предлагают как раз таки перевести деньги на безопасный счет, поменять валюту по очень выгодному курсу. Или открыть счет сейчас какой-то. Да, какой-то под очень большой процент депозит, открыть там под 200-300 процентов. И прямо сейчас? Да, и все это нужно сделать прямо сейчас, потому что уже завтра будет поздно. Да, да, незамедлительно. И советоваться не надо, и трубку класть не надо. И родственниками звоните, в интернете не читайте, сейчас мы вам все сделаем, все у вас будет хорошо. То есть вот это тоже еще один такой красный флажок? Да, действительно. Когда вот решить нужно именно прямо сейчас. А ведь бывает еще, что мошенники приходят с радостными новостями? Да, как раз я уже ранее говорил о том, что вы выиграли машину, квартиру, вам все, что для этого нужно, внести залог небольшой, чтобы там комиссию мы оплатили, и мы вам все это отдадим. Это тоже, конечно, если вам предлагают взамен на выигрыш оплатить какую-то комиссию, процент, ни в коем случае не ведитесь на это, потому что нас, как государство установит, что если уже и выиграл какую-то лотерею, то потом уже оплачиваешь налог, когда ее получил. И вот, соответственно, выигрыш. Конечно. Предварительно никто налог не платит за выигрыш. Все только по факту. Конечно. А все-таки есть способы, позволяющие себя как-то обезопасить и в конечном итоге не стать жертвой вот таких изощренных мошенников? Способов защиты не так много, как хотелось бы, но все они являются крайне действенными. Самый надежный способ – это просто не отвечать себе на звонки с незнакомых номеров. Правильно. Если, конечно, у вас, допустим, работа не связана с какими-то там контактами, да, постоянными с людьми, вот, если же, как говорится, не связаны, просто не берите трубки. Близкие люди, они все равно до вас дозвонятся в любом случае. Прервать разговор. Если речь зашла о деньгах, о паролях, о чем мы раньше говорили, или просто прерывать разговор, и на этом вот это вот победное путешествие мошенника к вашим деньгам, оно заканчивается. Далее, если вас, как говорится, втягивают во что-то, и вы начинаете сомневаться о том, безопасно ли это, а стоит ли, то позвоните своим близким родственникам, проверьте информацию в интернете насчет этого. Чаще всего там уже все эти преступные схемы расписаны, и вы поймете, что все-таки вас пытаются обмануть. То есть чья-то трезвая голова в этот момент может быть очень полезной. Да, может отрезвить и вас. Да. Если, видите, такие сейчас бывают тоже способы, звонят и сразу сбрасывают. Чтобы перезвонить. Ну, вынуждая вас перезвонить, да, не перезванивайте. Вот если вот эти вот короткие вечные звонки, то есть три секунды и сброс, три секунды и сброс, тоже не звоните, не перезванивайте, ну, вряд ли чем это хорошим закончится. Если уж кто-то, как говорится, хочет до вас дозвониться, он будет вам настойчиво звонить там по 10, по 20 раз, пока вы трубку не возьмете. Ну вот. Если уже понимаете, что произошло мошенничество или предполагаете, что оно может все-таки наступить, то нужно сразу звонить в полицию, в банк, в организацию, где у вас сохранены эти банковские там накопления денежные либо иные. Вот. А сведения о картах сообщать нельзя ни в коем случае, никому, то есть только вы должны. Если вы с банком разговариваете, на самом деле, тоже нет. Даже если с банком разговариваете, даже если с полицией разговариваете, никто не имеет права. Даже если вы с прокуратурой разговариваете, никому ни в коем случае никогда не сообщаете вот эти все сведения, коды, пароли, никому никогда. Так же, как и категорически запрещено кому-либо сообщать пароль от ваших, ну, аккаунт от портала госуслуг, Соответственно, даже вот бывает, когда приходят на телефон уведомления, что одно же от портала госуслуг, вот такой-такой пароль И мошенники вас просят его сообщить, тоже ни в коем случае не сообщается Ни в коем случае, вообще на госуслугах там персональные данные Там, да, ваши персональные данные, и помимо того, что лишитесь денежных средств, можно лишиться даже недвижимости Сейчас посредством электронных подписей можно даже реализовать недвижимость через госуслуги Поэтому это крайнее Вот, кстати, о персональных данных Наверное, стоит в нашей сегодняшней беседе сделать на этом тоже какой-то акцент, да? Потому что, наверное, не все всегда понимают, что не стоит так вот спокойно распространять свои персональные данные в сети интернет Ну да, некоторые пользователи соцсетей, они любят выкладывать фото, данные себе Вынуждены выкладывать свои персональные данные в сеть интернет, например, для сбора средств на лечение детей Часто это бывает, к сожалению, но этими данными могут воспользоваться и мошенники То есть они могут оформить на вас кредиты, набрать займов, оформить на ваше имя какие-либо документы, сделки заключить, даже открыть организации Если у вас есть электронная подпись, когда-либо вы ее получали, и мошенник получает к ней доступ, то он может открыть на вас юридическое лицо Ну, то есть организацию какую-либо, компанию По всем долгам потом вам расплачиваться за эту организацию Паспортные данные могут быть использованы на незаконной коммерческой деятельности, за что вы можете получить штрафы всевозможные, в том числе от потребителей, через суд вас потом будут все это взыскивать Достаточное количество времени многие юридические лица, юридические действия, точнее, производятся через МФЦ, либо госуслуги Это тоже связано с цифровизацией, развитием информационной сети интернет и, как следствие, обработкой использованием персональных данных Кража аккаунта, вот как раз-таки личная страница с портала госуслуг, возможно, путем простого подбора мошенниками пароля У нас зачастую граждане составляют пароли на основе личной биографии, то есть там свои дни рождения, там день рождения детей, крайне тоже не советую Нужно пароль обязательно делать сложным, с использованием и латинских символов, и больших, и маленьких, всевозможных символов, цифр Все это должно быть как бы нелогично и где-то хранить его в записанном виде, чтобы путем простого подбора мошенники не смогли завладеть вашей страницей Вот, там сейчас даже, возможно, двухфакторная аутентификация, то есть прежде чем вы зайдете на госуслуги, вам приходит пароль Ну, на телефон, вы его вводите и после чего только попадаете на портал госуслуг, на ваш личный телефон Вот, ну, рекомендую с особой осторожностью относиться к своим персональным данным, не распространять их посредством А использование на ненадежных сайтах, с сомнительной репутацией особенно По возможности проверять сайты на предмет наличия фишингового сайта, иначе вы существенно повышаете шанс стать очередной жертвой мошенников, которые только вот этого и ждут Вот второй раз прозвучало это слово, фишинговый сайт, расскажите Ну, фишинговый сайт, это, проще говоря, сайт-двойник, зеркальный сайт какого-либо сервиса или агрегатора Преступникам создается вот этот сайт-двойник, визуально схожий на какой-либо известный официальный сайт, то есть там РЖД, авиасейлс, там, ну, где, допустим, мы покупаем железнодорожные авиабилеты При проверке все-таки нужно обращать внимание на имя сайта, потому что в названии могут иметься малозначительные и незаметные глазу отличия То есть там РЖД вместо там Д, Б, допустим, которые визуально... Похожие, похожие, просто можно не обратить внимание Да, уставшие, можете просто не заметить Или там единичка вместо буквы Ай Да, 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 есть и такое Фейковый сайт, он может располагаться в нестандартной зоне, например, когда окончание государственного сервиса компании имеет различные доменные имена То есть вот в конце, вот эта точка.ру, это и есть домен, как раз-таки, который к Российской Федерации отнесен Мы привыкли все к этому домену, вот Могут быть другие Да, но могут быть другие, там всевозможные, которые вы вообще, скорее всего, никогда и не видели То есть стоит обратить на это внимание Да, на это нужно, конечно, обращать внимание Сайт, нужно его полностью идентифицировать, что это действительно страница там РЖД, либо какого-либо другого там агрегатора, компании Ну вот частным примером, вот совершение преступления посредством использования фишинговых сайтов, это является следующей ситуацией Например, житель Самары, он в Синтернет нашел ссылку на сайт по приобретению билетов в кинотеатры Самары с большой скидкой Перейдя по ссылке, забронировал билеты на две персоны, ввел реквизиты своей банковской карты Однако после каждого введения данных карты списания с нее не происходили То есть он хочет купить билет, оплатить, вроде все оплатил, списание не произошло и билет нет, ну написано сбой, введите еще раз Ну вот так он неоднократно их вводил, вводил, вводил эти пароли, после десятой попытки сайт разом списал деньги за все попытки его Прекрасно Да, и его заблокировал Он лишился и денег, и билет в кино не получил Потому что вот хотел немножко подешевле где-то как-то схитрить, урвать Все-таки нужно трезво... И попал как раз вот на этот фишинговый сайт Да, попал как раз на этот фишинговый сайт, который являлся там полным двойником Там известного какого-то сети кинотеатров Лишился денег, в кино не сходил Все-таки надо трезво оценивать, может ли этот билет столько стоить Как бы сейчас примерные цены, они ясны и понятны всем И если видишь, что цена на какой-либо... Слишком дешево, ну да Слишком дешево, это стоит уже насторожиться Возможно как раз-таки это уловка мошенника Конечно Расскажите, кто такие дропы? Дропы это подставные лица, на чьи счета переводятся похищенные у доверчивых граждан Денежные средства Далее эти денежные средства, вот эти самые дропы Переводят организаторам преступления Обналичивают с их целью дальнейшей легализации Ну и так называемое отмывание доходов К дропам относятся не только лица, которые известны о противоправной деятельности своей Но и те, кто не понимает, что участвует в криминальной схеме То есть если сотрудниками правоохранительных органов будет он задержан Он скажет, что я не знал, что это плохо Все равно он будет подлежать в полной мере ответственности за свою деятельность И уголовный? Конечно уголовный, да Основная задача его это получить средства на свои счета Либо банковские карты какие-то И в последующем их обналичить, передать лицам, организаторам этих преступлений Сами дропы становятся таким образом соучастниками преступления Наравне с организаторами Имея свою роль соучастника в указанном преступлении Подлежат в полной мере уголовной ответственности Чаще всего дропами становятся любители легкого быстрого заработка В группу риска попадают подростки, студенты, которые ищут быстрый заработок И доверчивые пенсионеры, которые просто зачастую не отдают отчет своим действиям Что они вообще совершают Способами привлечения подставных лиц могут быть как личные знакомства Так и объявления с предложением интересные работы То есть вот сейчас у нас проблема тоже существует с трафаретной рекламой Что деньги быстро, там за 12 часов 5 тысяч рублей заработаешь Приходим, все тебе всему обучим, научим за пару часов Ну такого тоже не бывает Чтобы какой-то все равно иметь стабильный высокий доход Люди все равно учатся и хорошо в школе, там и в университете Не бывает такого, что за какую-то низкоквалифицированную работу За которую там обучение длится несколько часов Ты будешь получать действительно такие деньги И это будет легально Ну да, трафаретная реклама продажи наркотиков, да? Да, тоже переходим, как говорится, там по этим реквизитам Которые в этой трафаретной рекламе указаны И тоже приобретение и сбыт наркотиков Также осуществляется с пользой МТТ Я говорю, что это такая проблема глобальная И отмечу, что за участие в преступных схемах в качестве дропа Следуют серьезные, все-таки неблагоприятные последствия Могут привлечь к уголовной ответственности по статьям Как за мошенничество, за неправомерный оборот средств платежей И за легализацию преступных доходов У нас буквально пара минут остается до конца программы Все-таки скажите, существует ли судебный механизм Защиты пострадавших уже от дистанционного мошенничества? Да, существует процедура признания кредитной сделки Незействительно незаключенной Также возможно взыскание неосновательного обогащения С того лица, на чьи реквизиты, на чьи банковские счета Ушли эти деньги Как раз-таки те самые дропы Органы прокуратуры могут обратиться в суд Сысками заявлений в интересах лиц Пострадавших от таких преступных посягательств При наличии определенных условий В частности, это пенсионный возраст потерпевшего Наличие у него инвалидности, недееспособность А также состояние здоровья, не позволяющее в полном объеме защищать свои права самостоятельно Для этого потерпевшему нужно обратиться в прокуратуру С соответствующим заявлением Приложив заверенные копии подтверждающих документов Но хочу обратить внимание, что на личном приеме Сотрудники прокуратуры оказывают методическую и практическую помощь Подготовке исковых заявлений всем гражданам Которые пострадали от преступных проявлений Вне зависимости от их категории То есть мы сами самостоятельно не можем обратиться в суд в их интересах Но помочь им составить иск И объяснить, как все это сделать, мы вправе и активно этим занимаемся Личный прием в органах прокуратуры проводится повсеместно Ежедневно в течение всего рабочего времени Самый крайний вариант, наверное, для людей, которые стали жертвой мошенников Это вообще признание гражданина банкротом, да? Ну да, это исключительный случай Все-таки нужно изначально обратиться в полицию Написать заявление в банк Если банк противится, так сказать, признанию этого договора незаконным Что вас обманули Ну, идти в суд, пытаться судиться с банком В прокуратуру обращаться, как я уже ранее говорил То есть мы тоже какие-то свои механизмы подключим По максимуму, всем, чем можем, так сказать, поможем А главное, конечно, не терять бдительность и здравомыслие Наше эфирное время подошло к концу Алексей Павлович, я благодарю вас за полезную информацию За полезную беседу Напомню, сегодня гостем в студии был заместитель прокурора Куйбышевского района города Самара Алексей Фомин На этом я с вами прощаюсь Берегите себя и своих близких Редактор субтитров А.Семкин